Друзья, всем здравствуйте! Я рада вас видеть на моем канале. Огромное спасибо, что продолжаете ко мне заглядывать. И сегодня меня переполняют эмоции, потому что я совершила очередной забег в Альдебате и Ревкош, перетестировала множество ароматов, пополнила свой список хотелок. Об этом расскажу в конце видео, что хочу, какие ароматы очень хочу на осень себе приобрести. Также я открыла для себя новый бренд очаровательный, о котором хочется поподробнее вам рассказать. Какие-то ароматы купила слепую, какой-то аромат повторила. В общем, обо всем об этом сегодня хочу с вами поделиться, рассказать о своих эмоциях, первых впечатлениях, наблюдениях. Оставайтесь со мной, если вам интересно. Подписывайтесь на мой канал, если любите парфюмерию. И давайте начинать. Начну я, наверное, с повтора. Аромат, который снова купила сегодня в Ревкош, это Шанель Шанс Тендер версия парфюмерная вода. Я покупаю 150 мл, потому что ароматами я делюсь на своей страничке распивочной. И чем, естественно, больше объем, тем меньше цена в распив. Получается так выгоднее. Аромат, почему именно парфюмерная версия? Я, знаете, когда-то у меня давно был аромат туалетной версии, который идет с такой пластиковой белой крышечкой. И когда вышла эта версия, я попробовала и думаю, ну вообще непонятно, зачем они ее сделали. Это практически одно и то же. Но когда я взяла как новинку распивать этот аромат, естественно, я стала его носить чаще. И я поняла, он более фруктовый, он более айвовый, он более сочный, а тот более цветочный. Я полюбила его за то время, пока распивался тот флакон. Стала уже по нему скучать, потому что, ну, это такая палочка-выручалочка на любое время года, на любой возраст. Идеально по стойкости, по шлейфовости, все, как мы любим. Никогда никого этот аромат не напрягает. Всегда нравится всем в окружении. Поэтому очаровательный, просто очаровательный флакон. Дальше, девочки, расскажу о самом интересном, наверное, о моем знакомстве с новым брендом. Не хочу коверкать, поэтому все вы вблизи на макросъемке увидите. Коробка жестяная, то есть так вот идет название. Сзади, кстати, ноты написано, очень удобно. Жестяная такая коробочка открывается. И здесь лежит аромат. Узнакомилась с этим ароматом совершенно случайно. Наверное, больше недели назад тоже делала забег в Ревгош, когда уже узнала, что у нас Ревгош открыт. И увидела рядом с стендом Джердина Бенессера новые ароматы. А начала пробовать, но в тот момент нельзя было брать флаконы. Нужно было звать консультанты и просить, чтобы девушка нанесила ароматы. Я попросила некоторые ароматы нанести на себя. То есть два аромата у меня были на одной и на второй руке. Один аромат был на блотере. И как-то я уже не стала больше напрягать консультанта. Меня муж ждал на улице. Поэтому я всего три аромата попробовала. Когда мы уже пошли в сторону дома, зашли в одну кафешку и сидели, ждали свой заказ, мне муж несколько раз спрашивал, откуда такой шлейф. Это от себя, ты чем-то надушилась. А я ему подносила свою руку и он говорит, да-да, это он. Я уже в тот момент, сидя в кафе, в этом ресторанчике, я уже поняла, что я очень хочу этот аромат. Немного меня останавливала цена, но в общем я всю неделю думала, гадала и все-таки я за ним вернулась. Он очаровательный, девочки. Но давайте немножко предыстория. Что оказывается, этот бренд основала женщина-парфюмер, которая работала на дом Герлен несколько лет. Как раз-таки, по-моему, в те годы, когда Герлен выпускала ароматы, которые я очень люблю у этого дома. То есть сейчас последние их выпуски, вот эти Монгерлены и так далее, все, что они выпускают, как-то все мимо меня. А вот то время, те ароматы, это прям моя тема. Поэтому это еще больше разожгло мой интерес. И уже сегодня я пошла вот со своим фирменным блокнотиком, с ручкой. Зашла уже, перебрызгала все ароматы. Нанесла и на себя также ароматы. Все подписала. И довольная потом отправилась уже в Альдебате. И уже у меня тут определились фавориты, то, что я очень хочу. Хочется сказать, что все ароматы очень нежные. Очень воздушные, очень качественные, красивые. Они неудушливые, они не тяжелые, но они очень шлейфовые. И некоторые из них не шлейфовые. Есть очень шлейфовые, очень уютные ароматы. Мне кажется, что если вы любите ароматы с таким подтекстом ухоженности, холености, если вы любите ароматы свежесладкие, если вы любите ароматы тонкие, то вам эти парфюмы, этот бренд наверняка придется по вкусу. На сайте Ревгош вы можете найти три коллекции данных ароматов, посвященные ваниле, мускусу и цветку апельсина, по-моему. Но у нас только посвященные мускусу и ваниле стояли ароматы. Но говорят, что они самые интересные. Мускус так вообще меня просто покорил, потому что это самый нежный и красивый мускус, который я когда-либо слышала. Он в каждом аромате обыгран по-своему. Очень разный, но тонкий, нежный, воздушный в каждом из ароматов. Безумно понравилось. Вот если вы ищете какой-то офисный аромат, который никого не будет напрягать, оно создаст вот этот вот флер нежности, ухоженности, то советую затестить, если будете в Ревгош. Вы можете, кстати, на сайте посмотреть в вашем городе, в каком из магазинов представлен этот бренд. Может быть, он не представлен в вашем городе, такое тоже может быть. Но если представлен, то если вы вдруг будете пробегать, забегать, то обязательно попробуйте. Этот парфюм, он и сочный, он и сладкий, он и воздушный одновременно. Пахнет он несерьезно совершенно. Он пахнет леденцами, он пахнет фруктовыми леденцами, сладкими, лимонадными. Свежесочное, лимонадное, сладостное начало. И постепенно аромат немножечко заслащивается, но сладость все равно остается воздушной, такой, как будто легкопудровой, но без косметических оттенков, а именно как будто вокруг вас такое вкусное ванильное нежнейшее облачко. Бабы тонка здесь есть. Я обожаю бабы тонка в парфюмерии. В целом парфюм не надоедливый, не приторный, не тяжелый, а именно такой вот диффузный, воздушный. Очень красивый. Девочки, я думаю, что молодым девчонкам зайдет 100%. Очень довольны этим ароматом. Мне кажется, на межсезонье будет просто замечательно. Возможно, даже и на какие-то новогодние праздники, потому что он радостный, он праздничный, он может такое настроение праздника создавать чудо. Еще очень понравился аромат флорентина. И тоже какой-то на В. Там, где есть цитрусы, цветы и пряные легкие оттенки. Моему мужу он тоже очень сильно понравился. То есть это то, чего у меня нет. Вот именно какие-то пряные, нежно-пряные цитрусов, цвета. Я очень рада, что я открываю для себя новые бренды, новые неизвестные имена, не раскрученные, которые еще не на слуху. И хочется о них рассказать более подробно. Я, кстати, перепробовала сегодня многое. Также из люкса, наконец, добралась до Ланком. То, что у меня где были пробелы, я все восполнила, все затестила. И, к огромному сожалению, люкс проиграл по всем фронтам. То есть на блотере уже через 4 часа не осталось ничего красивого. То есть какая-то невнятная совершенно база. К огромному сожалению, ничего из новинок в люксе не зацепило. За покупку в магазине мне дали Joy Intense. Ну, я с этим ароматом тоже по пробникам знакома. Линтердит парфюмерная вода. Нравится на других этот парфюм, но на мне мыло мыльное. Вот прям мыло и все тебе, земляничное какое-то. И Chocolate Greedy. Монталь. Тоже люблю этот парфюм. На зиму обязательно себе возьму флакончик. Скучаю, детки скучают по этому аромату. Так, ну и теперь хочется, наверное, плавно перейти к бутиковым ароматам, которые наконец-то до меня доехали. Это три аромата, которые... Два из них я купила вслепую и один аромат я знала. Два аромата про розу. Роза Берберанса. Берберанса я прочитала на сайте Lancome. Это сорт Малины. Ну и как вы понимаете, здесь розы с малиной у нас. И Парфе де Розес. Если вы любите ароматы с розой, то, конечно, я вам рекомендую эти ароматы. Они очень красивые на тему розы. Здесь роза, замоченная в дорогом сладостном алкоголе. Парфе де Розес. Это у нас ликер, а здесь у нас ром. Они в целом чем-то друг на друга похожи и не похожи одновременно. В какой-то момент они становятся на моей коже, да, субъективно. Они становятся в середине даже похожи. Но поносив их, я, наверное, каждому из них уделила два полноценных дня. То есть этому два дня, этому два дня и лаванде два дня. И я с ними прогуливалась уже в часов 9-10. Наверное, было где-то 25 градусов. Они прекрасно звучат. Хотя в начале, когда я их получила, я подумала, что это больше такие осенне-зимние ароматы. Они сладостные, девочки. Вообще вся эта линейка, она сладкая. Из того, что я пробовала пока, 6 ароматов, они сладкие. То есть если вы не любите сладкие ароматы, это вот шестерка, не ваша тема. И несмотря на то, что у моей любимой розы остается Каролина Ерера, пылающая роза, патюковая линейка, эти розы тоже очень красивые. Они не похожи на розы Монталь. Здесь нет ни мускуса, ни каких-то тяжелых таких нот. То есть если вы любите алкоголь в ароматах, ром, виски, ликер, это ваша тема. Если вы любите сладостные ароматы, ваша тема. Если любите розы, красные, бархатные, это ваша тема. Итак, девчонки, мне больше понравился старт Берберанце. А вот база мне больше пока нравится Порфе. Но напомню, что это все равно мои первые впечатления. Ароматы не проверены разным временем года, разной температурой, разными погодными условиями, дождем, ветром и так далее. То есть я их пока тестировала только на свежем воздухе, в 25 градусов, в вечерняя прогулка. Они бесподобно звучат. Итак, Порфе де Роузес. Это лепестки, как я уже сказала, замоченные в ликере. И также на сайте Lancome официальном, если вы почитаете описание, здесь указан Талуанский бальзам, который не указан на фрагрантике. Кто меня смотрит, знают, что Талуанский бальзам меня просто пленил, наверное, в Бангалор. А также очень зашла мне эта нота в аромате Dolce Amalfi у Ксержов, который с Айвой. И вот этот вот Талуанский бальзам, он дает такой пряно-смолистый, сладостный. Вот именно сладостный аромат, какой-то такой красивый оттенок. Очень красиво это звучит в сочетании с цветами. Порфе для меня вступает более резко, а вот перберанса на моей коже первыми своими аккордами более плавно звучит и как будто растекается. Здесь в начале это лепестки, замоченные в ликере, потом добавляется вот эта вот бальзамность, такая вот пряность, какая-то тягучесть вместе с этими лепестками. Ну а дальше аромат уходит в какой-то пудровый, воздушный, вкусный десерт. Остается оттенок розы, но как будто вот из этой розы сделали какой-то воздушный десерт. Очень красиво он звучит в своей базе. Что касается перберансы, как я сказала, старт мне симпатичен, потому что здесь ром. Ром мне больше нравится, чем ликер в парфюмерии. И здесь все еще усыпано засушенной для меня малиной. Я здесь слышу малину именно, знаете, как такими кусочками, которые встречаются в батончиках мюсли, либо где-то в каких-то шоколадках вот с кусочками засушенной малины. Вот как-то так я слышу вот эти вот малиновые ноты. И все еще засыпано фисташками. Но сказать, что я прям фисташковые ноты слышу, я не могу. Просто есть какой-то ореховый оттенок для меня. Очень нежный и получается просто чудесно. Вот на моей холодной коже это очень красиво, в меру сладко, сочно, с какой-то вот кислинкой. Орехово просто замечательно звучит. Ну и естественно роза. Роза, не знаю, упомянула или нет, для меня роза, именно нота розы здесь одинаковая. Только обрамления разные. В принципе, я думаю, что можно спокойно выбирать между двумя этими ароматами. Если вот прям очень вам хочется какой-то аромат на тему розы в алкоголе, то можно смело выбирать между двумя этими ароматами. Хотя, кто знает, может быть, я их поношу год. Да, ну хотя бы зиму с ними проживу. И уже, возможно, я скажу, что нет, они очень разные. Но вот пока на первые такие дни носки, мне показалось, что они родственники. Однозначно родственники. Как у родственников могут быть какие-то общие черты внешности, лица, фигуры. Но в целом, как бы много также и различий. И вот то же самое у меня с этими ароматами. И здесь тоже в середине я слышу что-то такое пряно-бальзамичное. И тоже потом все уходит в какую-то воздушную десертность. Но здесь десертность в парфе мне нравится больше. Наверное, потому что здесь какая-то пудровость также появляется. Я же любитель пудровых ароматов. Но пудровость не косметическая. Именно больше какого-то взбитого, воздушного, посыпанного какой-то пудрой с розовым оттенком. Вот что-то в этом духе. Очень довольна, девочки, этими ароматами. Но Каролина Эреры, пылающая роза, для меня в моем сердце номер один. И лаванда Трианон. Лаванду я знала. Я с этим ароматом познакомилась, когда мы были в гостях у нашей одной знакомой, женщины. И когда уходили, еще было холодно. Я еще в пуховике была. И мы очень поздно уходили, наверное, часов 10-полодиннадцатого. Я вот увидела у нее на столике в прихожей. И, в общем, я брызнула, гуртая знаю эту линейку, хочу ее попробовать. Брызнула, и мы пошли домой. Где-то минут 10 нам нужно было идти до дома. Было прохладно, в пуховиках. И вот в такую погоду просто чудесно этот аромат звучит. Это сладкий парфюм. Здесь уже не такая большая пирамида. Здесь ваниль, молоко, ванильный сахар, по-моему, и лаванда. Но лаванда здесь прекрасная, красивая, дорогая, шлейфовая. Вот такую лаванду я люблю. Такая лаванда, не скажу, что прям один в один, но для меня такая вот красивая лаванда есть в Ноксос, в Миробили, в Лире. Мои прекрасные, любимейшие ароматы, без которых не представляю свою зиму. Вот этот парфюм, я думаю, что он мне тоже больше зайдет зимой. Хотя он вроде бы сладкий, но лаванда делает эту сладость холодной. Конечно, в базе он теплеет, но вот первые такие вот ноты, первый час звучания для меня это холодная сладость. Я посмотрела, что нет его уже на официальном сайте Lancome. То есть бывает, что просто нет в наличии, а его вообще там нет. Поэтому, возможно, его тоже сняли или снимают, или больше не завозят. В общем, я не знаю. И это были все пять новинок. И хочется поделиться своими впечатлениями об ароматах, которые я хочу приобрести. Про хотелки этого бренда, наверное, сейчас не буду рассказывать, потому что потихоньку они будут у меня появляться. Но я, девочки, сегодня добралась до Серж Лютанс. У нас в Альдеботте. И просто я пропала. Девчонки, мне нравится там как минимум пять ароматов. Пять. Но я влюбилась в черный дурман. Или ночной дурман, или черный дурман. По-моему, черный дурман. Это стопроцентно то, что я обожаю на тему цветов. Это такой глубокий, немножко томный, горьковатый. Какой-то немного готический, такой минорный, но безумно красивый. Холодный такой, немного отстраненный парфюм. Просто какое-то волшебство. Мне кажется, это аромат злой королевы. Вот еще попался мне Берлинская Дева. Тоже понравился. Но еще больше мне понравился, чем Берлинская Дева, Железная Дева. Ой, ну это очень красиво. Это обязательно мне нужно на осень. Еще интересный аромат. Ну просто уже больше как композиция. Причастие. Вот пахнет батюшкой из церкви. Интересно было, знаете, сидела на скамеечке, пока дети бегали, игрались в центре. Просто наслаждалась, вдыхала аромат с блоттеров и просто не могла себя остановить. И конечно, вот рядом с этими блоттерами люкс, померк. Стал совершенно каким-то невидимым, безликим. Целфановая ночь тоже нравится. Но черный дурман, ночной дурман, это нечто. Так что, девочки, мальчики, прям жду не дождусь ваших комментариев, что вы любите у Серж Лю Танс. Что больше всего хочется вам приобрести на осень. Какие ваши главные хотелки на осень. Спасибо огромное за внимание. Жду ваши комментарии. Еще раз благодарю за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok